Ребят, привет, это Фудсторм и я Антон Романов. Готовим сегодня томленого кролика, да так, чтобы получился он нежным и вкусным. Я взял кроличьи ноги и специи, лавровый лист, прованские травы и кумин. Первым делом обжариваем мясо на масле. При жарке карамелизируется белок, придавая дополнительный вкус мясу, и поэтому жареное мясо вкуснее вареного. Нужно добиться хорошей темно-золотистой корочки, только не сожгите. Температура не должна быть слишком высокой, а то мясо сгорит, прежде чем произойдет карамелизация. И также не должна быть слишком маленькой, а то мясо начнет тушиться вместо того, чтобы жариться. Идеальный интервал температуры сковороды 190-210 градусов. Я понимаю, что все это звучит странно, так как наши варочные поверхности не показывают температуру, но это всегда практически максимум. Жарим, жарим, жарим со всех сторон для большего вкуса. Перчим и солим. Если посолите их уже в жидкости, то сами ножки не будут насыщены вкусом, поэтому приправляем сейчас. Теперь добавляем белое сухое вино. Выпариваем 5 минут и заливаем бульон так, чтобы полностью покрыть ножки. Засыпаем все специи и закидываем овощной мерпуа. Это классическая приправа, обжаренные на сковороде овощи, которые я недавно показывал. Накрываем фольгой и убираем в духовку на 140 градусов на 6 часов. Достаем, перекладываем ноги на доску. Посмотрите, какое мясо. Как оно распадается. Надо отнестись к нему с трепетом. Выкладываем на тарелку. Гарнир на выбор. У меня это морковный крем, но также сюда подойдет картофельное пюре. Тот самый квасной соус. Немного томленых овощей мерпуа. Лучше, чтобы они были мелко нарезаны, а то они и так супер мягкие. Большими кусками будет не очень круто. Ну а на этом у нас все. Закиньте мне лайкос и займитесь едой. Это был Фудсторм. Я Антон Романов. Пока.